Всем привет, ребят! Вот и подходит к концу 2017 год. И этот год можно назвать действительно годом имбовой техники. И связано это в первую очередь с патчами и теми изменениями в этих патчах, которые на протяжении всего года вводили разработчики в игру. Множество новой техники появилось, перебалансировали старую технику в большом количестве, множество техники было переведено в HD-качество. И все эти изменения не могли отразиться на танках. Очень-очень большое количество танков стали по-настоящему имбовыми. Но так как формат видео не позволяет нам охватить больше 400 танков, которые присутствуют в игре, мы рассмотрим с вами только топовые машины 10 уровня и только самые-самые-самые имбовые из них. Кстати, ребят, не забывайте ставить лайк этому видео, досматривать видео до конца и обязательно подписываться на канал. Зачем? Да все очень просто. Все, кто выполняет эти простые условия, под каждым видео принимают участие в розыгрыше голды. Под каждым видео я разыгрываю по 2000 золота, то есть два победителя по 1000 золота. И для того, чтобы стать одним из этих победителей, достаточно просто-напросто написать абсолютно любой комментарий под этим видео и оставить свой танковый ник. А победителей прошлого видео у вас сейчас на экранах. Кстати, здесь их будет немножечко больше, потому что в прошлом видео я уже разыграл коробки на Новый год, ну, соответственно, с подарками. Ну и первые два победителя традиционно выиграли игровое золото, которое к ним должно автоматически на аккаунт поступить до Нового года. А оставшиеся трое выиграли от меня новогодние коробки. Так что в ближайшее время я буду добавлять их в друзья, пусть не проморгают. Ну и все остальные тоже, кто будут победителями, не проморгайте, а то я не смогу начислить новогодние коробки. Так что с вас лайк, подписка на канал и абсолютно любой коммент, а с меня огромное количество золота в конце месяца, я так чувствую. К слову, ребят, ИС-7, который вы сейчас видите на экранах, в список имб у нас сегодня не попал, несмотря на то, что его неплохо апнули в этом году, но тем не менее до имбы ему еще очень далеко. А вот кто-кто, а следующий танк в этом году стал самой настоящей имбой. И речь я, конечно же, веду о Type 5 Heavy. На самом деле у танка была совсем нелегкая судьба, японцы появились в игре достаточно давно, но не были нафиг никому не нужны. Никто не играл на японцах, ну мы прокачивали их, но пользовались они такой популярностью, что можно сказать, что никто не играл. Но вот случилось обновление 0.9.17.1, которое вышло 22 февраля 2017 года. И в этом обновлении этому танку было добавлено орудие 150 мм, фугасница. И этот танк заиграл новыми красками, этот танк начал нагибать. Даже дошло до того, что 29 августа 2017 года в обновлении 0.9.20 его пришлось понерфить. Дело в том, что до этого, 22 февраля, ему даже броню хорошенько так апнули. А вот в августе этого же года дошло до того, что броню ему вынуждены были разработчики немножко понерфить. Особенно в лобовой проекции, ну там, скажем так, появились ослабленные зоны. И немножечко убавили ему скорость поворота ходовой и башни. Но в остальном, эту машину можно сказать, что в 2017 году не кисло так апнули и дали ей второе дыхание. За счет отличной лобовой брони, да в принципе как и бортовой. И за счет фугасного орудия, конечно же, которое лучше отыгрывать на голдовых фугасах. Больше просто с каждого выстрела гарантированно будете наносить урона. Проблема в том, что фугасному орудию абсолютно плевать, танкуете вы ромбом, торчит у вас только башня, только гусеница или еще что-то. Ему в принципе даже в вас попадать не совсем обязательно. Ему достаточно просто-напросто положить свой огроменный фугас рядом с вашим танком и от вашего танка гарантированно отлетит пара сотен хп. А при удачном попадании, может даже и полторы тысячи хп. Бедные гриле, они просто ненавидят, наверное, Type 5 Heavy. В принципе, как и многие в рандоме, потому что от фугасных орудий спрятаться негде. Каким бы скилловым игроком вы не были, фугас, ему плевать на то, как вы умеете танковать и какой у вас урон в минуту. Наверное, именно поэтому Type 5 Heavy и стал по-настоящему народным танком. Его любят как и статисты, отыгрывая на нем замечательные серии боев, как и простые игроки, которым не нужно ничего изучать в этой игре. Все, что им нужно знать, это куда ехать и в кого стрелять. Все. Остальное за них сделает броня и фугас. Но самая настоящая лютая имба. Согласны со мной? Прокачивайте этот танк, если еще не прокачали, не пожалеете. В ближайшее время с ним ничего вроде бы как делать не собираются. А вот следующий танк, ребят, к сожалению, вы прокачать не сможете при всем желании. Потому что этот танк доступен, ну, пожалуй, только настоящим статистам, ну и более-менее удачливым игрокам. Да, речь идет о советском среднем танке 10 уровня, Объект 907, который можно было получить только за игру на глобальной карте. Кстати, наверное, одна из последних возможностей это вот сейчас операция Гамбит, на которой этот танк также можно будет, попав в топ 22 тысячи лучших игроков на глобальной карте, купить за боны. Но, ребят, этот танк, в принципе, всегда был неплохим. Но в обновлении том же 9.17.1, которое вышло, напоминаю, 22 февраля 2017 года, этот танк был переработан в HD-качество. Где получил не просто прибавку по броне, а запланированную прибавку по броне корпуса с 85 до 100 миллиметров, а бронирование верхней части башни было увеличено с 30 до 40 миллиметров. Таким образом, этот танк получил возможность, ребят, внимание, танковать тяжелые танки 10 уровня, а иногда даже и ПТшки. Но не могу сказать, что эту СТ пробить вообще никак нельзя, да. Пробивается она, в принципе, нормально, в конце концов, это СТ-шка. Но это та СТ-шка, которая очень любима статистами, особенно на глобальной карте, да и в рандоме. Почему? Ну, потому что, во-первых, у нее очень интересная схема брони. Можно получить на дурака некоторые непробития, что на глобальной карте, где все умеют друг друга и знают, как пробивать, да и в основном стреляют голодой. Просто пару случайных непробитий, рикошетов, это уже могут дать хорошие преимущества перед противником. Ну, а в рандоме против, скажем так, не самых скилловых игроков эта броня реально роляет не хуже, чем у хорошего тяжелого танка. А теперь добавим сюда советский урон в минуту, неплохую точность, хорошую, ну, скажем так, неплохую альфу, неплохую игру на голдовых снарядах, подвижность выше среднего, неплохой обзор. То есть я не могу сказать, что эти все показатели у него выдающиеся, но в целом это очень универсальная машина, и она очень сильно любима статистами. Да и если у вас будет возможность как-то ее получить, не отказывайтесь от такой возможности. Танк настоящая имба. Встречайте его в рандоме, будьте настороже, потому что, скорее всего, этот танк сможет потребать вам нервы. А вот еще один, ребят, представитель танков в ЗГК, это ВК-7201К. Но, в принципе, все, что я скажу о этом танке, можно спокойно применять и на прокачиваемого аналог Панзеркомфаген в 7, если я не ошибаюсь. Вот, единственное у них отличие, это пушка, а броня у них совершенно одинаковая. Итак, ребят, в обновлении 9.17.1, о котором вы уже отлично знаете, что оно вышло 22 февраля 2017 года, этот танк очень серьезно апнули. Во-первых, ему улучшили броню нижней лобовой детали с 200 до 230 мм. Планку между ВЛД и НЛД, ну там такая прямая планка, увеличили с 200 до 300 мм. ВЛД, верхнюю лобовую деталь, увеличили с 200 до 240 мм. Правда, при этом понизили максималку с 43 до 33 км в час, но увеличили боекомплект. Улучшили бронепробитие ББшным снарядом с 235 до 246 мм. Улучшили стабилизацию пушки от всего на свете. Ускорили время перезарядки и время сведения аж целых с 3-4 до 2,9 мм. Время перезарядки из 22 до 20 секунд. Короче, в итоге вышла очень хорошо бронированная машина, которая может по своей популярности спокойно тягаться с Маусом. Так что я, ребят, крайне рекомендую, если есть возможность как-то получить этот танк за глобальную карту, воспользуйтесь ей. Ну, конечно, сразу же после 907, хотя и для меня этот танк гораздо более интересный, чем 907, и кто смотрит мои стримы, те отлично знают, что я просто обожаю эту боевую машину, правда, и отыгрываю ее зачастую на голде. Но и на ББшках она может показывать вполне себе неплохие результаты. 246 это все-таки не так уж и мало. Да и боекомплект ему значительно увеличили, благодаря чему можно возить все-все-все. Просто хватает на бой без проблем. Можно даже фугасами стрелять, если вам этого, конечно, будет хотеться. Каким-то огромным ДПМом, правда, танк не может похвастаться, но, ребят, не забывайте, что этот танк способен делать две вещи. Во-первых, наносить хорошую разовую... разовый урон, то есть альфу, а, во-вторых, продавливать направление и оттанковывать огромное количество урона. Так что, ребят, рекомендую, и переходим к следующему танку. Ну а следующий танк у нас вообще, ребят, новинка 2017 года. Именно в этом году, в обновлении 9.19.1, которое вышло 11 июля, появился у нас альтернативный тяжелый танк китайской ветки прокачки вместо 113, ну не вместо, а как бы в альтернативу ему, WZ-111.5A. Ребят, сказать, что эта машина шикарная, это значит ничего не сказать. Чтобы вы понимали геймплей на этом танке, достаточно просто сказать, что это лучшая версия ИСа-7. По сути, геймплей на них очень схож, альфа на них схожая. Правда, у этого танка орудие получше, несмотря на схожую альфу. Да и в целом, стрелять, носить урон, WZ-111.5A может гораздо лучше ИСа-7, чему способствует тем еще наличие у него голдовых кумулятивных снарядов. Да и по подвижности он ничуть не хуже ИСа-7, и даже в некоторых моментах его превосходит. Ну а что касается брони, она более понятная, более как-то адекватно действующая. Пусть она на дурачка меньше работает, чем на ИСа-7, но зато при стабильном танковании на WZ-111.5A можно показывать гораздо более хорошие результаты, чем на ИСе-7. И этот танк очень сильно полюбился многими хорошими игроками, и они мне его советовали вставить в этот топ. Что я в принципе и сделал. Так что, ребят, я знаю, что у нас китайские танки никто не прокачивает, но если вдруг задумаетесь о прокачке китайских танков, что лучше 113-го или вазика 111-го 5А, то, конечно же, лучше прокачивать вазика. Не пожалеете. Ну и следующий танк у нас тоже от Вазона далеко не ушел. В смысле, не ушел по временным рамкам. И их еще объединяет то, что эти танки появились, скажем так, только в 2017 году. Да, вы уже увидели, что речь идет о Суперконкере. Суперкане, как его любят называть игроки. Появился он в обновлении 920.1, которое вышло 17 октября. И стал альтернативой, точнее не альтернативой, а полной заменой FV215B, который стал в этот момент акционным танком. Кстати, стоит отметить, что после того, как FV215B был заменен на Суперконя, на FV215B что-то случилось. Несмотря на то, что его немножко апнули, процент побед на нем за последнее время упал до 45%. То есть на нем никто из адекватных игроков, похоже, сейчас в рандоме не играет. Так что, вот так вот задние башены, пусть и хорошо ДПМные, с хорошей пушкой танки, не роляют. На что же хорошего в Суперкане? Да все очень просто. У него есть экраны на башне, у него есть экраны на верхней лобовой детали. И в целом башни и ВЛД танк танкует просто превосходно. При этом обладает очень ДПМным, очень одним из лучших по урону в минуту орудием на своем уровне, очень точным и пробивным. Единственный минус, который я оценил у этого танка, это бронебойные снаряды летят недостаточно быстро, да и как-то косовато. Поэтому многие предпочитают играть этот танк на подкалиберах, то есть на фулгалде. В этом случае у танка вообще остается только единственный недостаток, это, ну скажем так, малая подвижность. То есть не очень он подвижный, а в остальном это просто становится орудием убийства. Вы приехали на позицию, встали от башки и просто задавливаете своим ДПМом противника. Суперкань, имба 2017 года. Хоть мне этот танк и не очень нравится, не знаю, каждому свой геймплей, но вот спросите любого хорошего игрока, он назовет вам среди своих самых любимых нагибучих танков именно Суперконя. Так что, ребят, есть смысл прокачивать, тем более, что с восьмого уровня, начиная там вообще девятый и восьмой, чуть ли не одни сплошные имбищи. Ну а теперь давайте вернемся к танкам, которые были и до 2017 года, причем были много лет. Да, вы догадались, что я говорю о М48А1 Паттон. Хотя сейчас правильно его называть М48А5 Паттон. И дело в том, что в патче 9.20, который вышел 29 августа 2017 года, конечно же, М48А1 Паттон получил новую башню, которая была гораздо лучше по броне, чем предыдущая, и самое главное, не имела огромного вот этого лючка в виде ведра на самой высокой точке своей, так сказать, конечности, то есть башенка на башне. Таким образом, М48А5 Паттон начал безумно люто танковать. И, накладывая на все его остальные плюсы, а именно Альфу, самую высокую Альфу среди средних танков 390, один из самых лучших скоростей полета снаряда под калибр, летит у него со скоростью 1500 метров в секунду. Лучшая, чуть ли не самая лучшая стабилизация на уровне, и лучший обзор в 420 метров просто делают из Паттона 3-го настоящую имбу. После августовского обновления танк заиграл и стал снова любим многими игроками, в том числе и статьугами. И я думаю, вы догадываетесь, что если у вас еще нету американского Паттона 3-го, то я вам крайне порекомендую его прокачать, ибо это лютое имбище на своем уровне. Ну и, наконец, последний на сегодня танчик, о котором я вам хотел рассказать, появился в самом конце 2017 года, а именно 12 декабря в обновлении 9.21. И да, вы все отлично знаете этот танчик, это FV-217 Барсук, который пришел на замену FV-215B-183, так называемой Бабахе. Кстати, Бабаха у всех осталась в ангаре. В качестве акционного танка это я на будущее. Мало ли, кто через несколько лет этот видосик будет смотреть, вот вам маленькая поучительная история. И с первых же дней Барсук стал легендарной имбой. Для этого у него было вообще изначально все. Крепкая лобовая броня, которую не пробивает даже большинство голдовых снарядов танков 10 уровня. Да, ПТшки там без проблем могут пробивать голдой особенно, да и многие танки голдой в принципе могут пробить. Но в целом этот танк стабильно практически всю голду, которая в него летит, может танковать. Правда, это не касается нижней лобовой детали. Но две трети корпуса салба отлично оттанковывает все на свете. И самое главное, нет никаких лючков. Это не делало бы танк имбой, если бы не его орудие с альфой в 480. Отличным пробитием как базовым снарядом, так и голдовым. Просто дичайший ДПМ для своего уровня. В общем, Барсук просто лютейшая имба. Правда, для артиллерии он слишком сладенький. За счет того, что малая подвижность и высокая площадь сверху. Крышка моторного отсека, крышка рубки и так далее. Туда артиллерия часто может и по 1000, и по 900 закидывать. Но в целом, если Барсук прячет свой НЛД и затыкает какое-то направление, пиши пропало, вы его никак не проражите. Разве что с разменом ХП зайдете ему в борта или в спину. Но это уже совсем другая история. Ну а вы, ребят, посмотрели топ самых нагибучих, самых имбовых танков, которые появились в 2017 году. И которые просто должны быть у каждого из вас в ангаре, если вы хотите получать удовольствие от этой игры. Этот топ мне помогали составлять скилловые игроки и очень многие блогеры. Поэтому топ не только на моем мнении основан, но и на мнении многих хороших игроков. В том числе и на мнении зрителей. Ну и конечно же, надеюсь, что видосик вам был полезен, и вы не забыли написать свой танковый ник, комментарий оставить, подписаться на канал, поставить лайкос этому видео. Ну и до скорой встречи, ребят. Спасибо, что смотрели. Встретимся в следующем не менее интересном видосе. Покедова! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok